Столбик термометра поднялся выше отметки в 30 градусов, а это значит, жители Краснокамского района и города Нефтекамск поспешили на водоемы. Только если одни освежаются в установленных местах, то другие, несмотря на запрещающие аншлаги, выбирают для купания необорудованные места, к примеру, берег реки Кама. Здесь их подстерегает опасность. В зоне особого риска дети без сопровождения взрослых. На сегодняшний день в республике погибло трое детей. Основная и единственная причина – все дети были без присмотра родителей. Поэтому большая просьба к родителям – не отпускать детей одних на водоем. При купании детей, особенно не умеющих плавить, должно быть специально оборудованное место, то есть не глубже, метр двадцать. Дети, если не умеют плавать, обязательно или в жилете должен быть, или хотя бы на рукавниках. Хотел предупредить, что за купание в запрещенных местах, под аншлагами, где стоит купание запрещено, предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа. Штраф до четырех тысяч рублей. С приходом жары осложняется и обстановка с пожарами. В текущем году ситуация усугубляется условиями пандемии. Лагеря закрыты и несовершеннолетние остаются предоставленными сами себе. Родители должны позаботиться о безопасности детей дома. В этом помощником послужит пожарный извещатель. Покупка и установка прибора обойдется недорого, однако может спасти жизнь. Уважаемые родители, прошу вас провести с детьми профилактические беседы на противопожарные темы и о безопасности пребывания на водных объектах. Детям необходимо разъяснить об опасностях электроприборов, о запрете оставлять без присмотра включенными в электросеть электроприборов, самостоятельно растапливать печи и костры, с осторожностью эксплуатировать газовые плиты, не допускать шалость с огнем, при пожаре покидать помещение по путям эвакуации, не паниковать и ни в коем случае не прятаться. О пожаре сообщать взрослым и в пожарную охрану по телефону 011112. Необходимо уделять внимание безопасности на дороге. На каникулах ребята чаще находятся на улице, катаются на велосипедах, роликах и самокатах. Родители должны еще раз напомнить детям о правилах дисциплинированного поведения на дороге. Не спешите, всегда переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать. Ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. Переходить нужно только на зеленый, разрешающий сигнал светофора или регулировщика. Не разрешайте играть детям вблизи дорог и на проезжей части. В автомобиле обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности, а также пристегивайте своих детей в детских удерживающих устройствах. Не забывайте о безопасности детей и в темное время суток. На одежде обязательно нужно носить светоотражающие элементы. Не следует забывать и об опасности выпадения детей из окон. За текущий год в республике зафиксировано 6 случаев. Важное значение имеют правильно подобранные замки на ручки, ограничивающие открывание окна. Такую фурнитуру можно установить самостоятельно. Также следует соблюдать осторожность при общении с животными. Нельзя трогать и брать на руки бездомных собак и кошек. Уважаемые родители, обеспечить безопасность детей летом в первую очередь ваша задача. От укусов клещей и других насекомых поможет защититься головной убор и одежда, закрывающая руки и ноги. Приучайте ребенка мыть руки перед каждым приемом пищи. Овощи и фрукты перед употреблением необходимо тщательно промывать. Не позволяйте маленьким детям гулять вдали от вас или самостоятельно. Объясните им правила поведения с незнакомцами. Также, если вы находитесь в лесу, не отпускайте детей далеко от себя. Они могут заблудиться. Обеспечить ваше спокойствие и безопасность детей летом помогут также высокие технологии. Вы можете отследить, где находится ваш ребенок по смартфону с помощью мобильных предложений. Берегите себя и своих близких. Аномальная жара продлится до конца июля. Специалисты рекомендуют детям непременно носить головной убор и как можно чаще пить. Наибольшая активность солнца наблюдается с 10 утра и до 4 дня. В это время старайтесь, чтобы ребенок не находился долго под воздействием его прямых лучей. Анастасия Тимирбаева, Никита Вебриков, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова